Добрый вечер! Телеканал «Узбекистон Тарах» в эфире передача «На перекрестках истины». Дорогие телезрители, сегодня мы будем беседовать о великом государственном деятеле, полководце Амире Тимуре с магистром истории Сагитовым Ренатом Равкатовичем. Рады вас видеть? Очень рад вас видеть. Здравствуйте. В начале беседы немного расскажите о Тимуре, о его биографии, о значении его имени. Вы знаете, имя Амира Тимура, оно вообще вернулось нашему народу с обретением независимости. Потому что до обретения независимости в советский период имя Амира Тимура, оно освещалось неправильно и дела его освещались необъективно. И во многих учебниках бывших советских писалось о том, что это Тамерлан. Но Амира Тимура нельзя называть Тамерланом, потому что это имя означает Тимур-Эленг. Это персидское название, унижающее человека. Современные этические требования опровергают подобное отношение. Понимаете? И в принципе такое отношение было всегда. То есть и 600 лет назад, и 1000 лет назад указывать на физический недостаток человека считалось оскорблительным. Поэтому в исторической науке существует одно мнение, что это Амир Тимур. То есть Амир это его звание, а Тимур это его собственное имя. Поэтому вот мы, так сказать, благодаря нашей независимости, обретению независимости, мы вернули, так сказать, собственное и честное имя Амир Тимура. Амир Тимур, дорогой! Да, да. Амир Тимур является нашим национальным героем. И он национальный герой не только этнических узбеков, он национальный герой всех граждан Узбекистана. Потому что мы все патриоты своей родины, невзирая на нашу национальность, вероисповедание. И действительно роль, историческая роль того или иного деятеля, она познается в том, что он сделал для своей земли и что он сделал для своего народа. И естественно тут заслуги Амира Тимура, они бесценны и не имеют даже аналогов в истории. Поэтому это та историческая личность, на которую мы все должны равняться. Еще вот я хочу отметить такой момент. Многие наши бизнес-тренеры сейчас есть, многие, так сказать, люди, они советуют изучать биографии великих людей. Там Рокфеллера, Билла Гейтса и прочего. Но, понимаете, надо вначале, вначале я лично бы посоветовал для подрастающего поколения изучать биографию Амира Тимура. Почему? Потому что, понимаете, Амир Тимур не был там каким-то принцем, который получил эту власть. И более того, он жил в очень суровое и жестокое время. Это было средневековье, мы понимаем, да, когда правоту люди доказывали физической силой. И вы представляете, человек, который действительно был с ограниченными физическими возможностями, сумел именно силой своей воли и именно благодаря своему разуму стать одним из величайших людей в истории человечества. И вот это, естественно, яственный пример для нашего подрастающего поколения. Конечно, Амир Тимур — это великий государственный деятель и великий полководец. Несомненно. Амира Тимура многие историки мира считают одним из величайших полководцев всех времен и народов. И действительно это соответствует истине и соответствует действительности. Почему? Потому что Амир Тимур, он не проиграл ни одной битвы, в которой командовал лично. Вот в которой он командовал лично. И Амир Тимур вошел в мировую историю в том, что он победил в битве, которая считается самой крупной по количеству участвующих сторон в истории Средневековья. Как общеизвестно, история Средневековья, она начинается с 476 года нашей эры и идет по 1640 год. Вы понимаете, в разных странах разные периоды Средневековья считаются. Но я сказал, как бы классический период Средневековья — общемировой. Вот общемировой период Средневековья — это 476 год нашей эры, по 1640 год — это позднее Средневековье. Потом уже начинается период нового времени. Так вот, за все это время, за этот колоссальный отрезок времени, битвы, крупнее битвы, чем при Анкаре, не было. Это считается самая крупнейшая битва в истории Средневековья. То есть на всей планете Земля не было крупнее битвы. И вот в этой битве победитель, победитель наш соотечественник Амир Тимур. Он победил Боязита. Амир Тимур часто несправедливо упрекает в том, что он как бы был поработитель, еще прочее. Вы знаете, что существуют исторические документы и существуют факты, что Амир Тимур уклонялся от войны с Боязитом. То есть он выдвигал мирные предложения к нему. Он выдвигал, и это существуют как бы и легенды, и существуют и фактические документы. То есть он выдвигал условия, по которым можно было прийти к компромиссу. Он не желал этой битвы и не желал кровопролития. То есть он был милосердным человеком. Почему он был еще милосердным? Потому что он сам испытал физическую боль. Он хотел сберечь солдат и достигнуть политических успехов путем переговоров. Но Боязит в своей дерзости уклонился от переговоров. Он рассчитывал победить Амира Тимура. Он был, так сказать, ослеплен своей гордостью. Он неправильно оценивал силы. Но сражение состоялось, тем не менее, к сожалению, оно состоялось. Несмотря на то, что Амир Тимур предпринимал все попытки к примирению. Оно состоялось, и Амир Тимур победил в этой битве. Он является победителем крупнейшей битвы в истории Средневековья. Он победил, и более того, ее победа была настолько полной, что Боязит попал к нему в плен и находился в плену у Амира Тимура. То есть, вот этот факт, можно много очень говорить о полководческих талантах Амира Тимура, но вот этот факт затмевает все, так сказать, его прошлые победы. И именно этот факт дает нам основание считать его величайшим полководцем периода Средневековья. Управлять 27 государствами мира, основать второй Ренессанс Востока. Это неспроста, конечно. Амир Тимур был великим государственным деятелем. Вы можете рассказать нам о Тимуровском табель о рангах? Совершенно верно. Вы очень справедливо отметили, что Амир Тимур был выдающимся государственным деятелем. И его методы управления, они не устарели до сих пор. Они до сих пор не устарели. Потому что Амир Тимур действительно разделил чиновников своего государства на классы. То есть, на определенные классы, на определенное количество классов. И эти чиновники, каждый были по своему назначению. Так вот, вы понимаете, бытует такое мнение, что Амир Тимур это чисто воинственный человек. Что он опирался только на военную силу. Но если вы прочитаете уложения Амира Тимура, то вы увидите, что в первых трех классах, то есть в самых высших классах системы управления Амира Тимура, казалось бы, кто должен там быть? Воины, правильно? Потому что государство постоянно воюет, постоянно находится в состоянии войны. Нет. На первом месте он ставил интеллигенцию того времени. Понимаете, образованных людей, саидов, богословов, историков. То есть, он ставил людей умственного труда на первое место. И лишь только на четвертом месте. У него, как ни странно, военные эмиры, офицеры и прочие, так сказать, военные. На четвертом месте. Это говорит о том, что по своему направлению государство Амира Тимура, оно было направлено на внутреннее развитие. Во многом Амир Тимур был первым. Вот, например, в своей армии, это тоже касается системы государственного управления, он в своей армии впервые применил артиллерию того времени. Вы понимаете, для нас это что? Ну, труба, в которую порох засыпает, простейшее оружие. Но, вы понимаете, для Средневековья, для того периода, это все равно, что для нас электромобили. Сейчас не каждая страна обладает, или даже, может, космическая техника. Сейчас не каждая страна обладает возможностью строительства космических кораблей. И в то время не каждая страна могла позволить себе артиллерию. Потому что, вы меня извините, это не просто труба. Это орудие, которое должно выдержать внутри взрыв и должно выдержать, так сказать, определенную атмосферу. Давление должно выдержать. А в то время консистенция, добыча химических веществ, их точное соотношение. Все это были для средневековых людей очень сложные производственные процессы. Новшество. Да, и новшество. И не каждое государство могло себе это позволить. И, естественно, почему у Амира Тимура на первом месте были люди умственного труда? Потому что они все это и создавали. Действительно, если мы вооружимся идеями Амира Тимура на сегодняшний момент в сфере государственного строительства, то есть, если мы построим вот такую классовую систему и на первое место выдвинем людей умственного труда, ведь это же не просто почет, это же и материальное содержание, это же и какие-то льготы. И если мы это все сделаем по заветам Амира Тимура, то, естественно, мы пожнем те же плоды, которые пожинал Амир Тимур. Кстати, говоря о табеле о рангах, вы понимаете, само выражение табель о рангах, оно появится приблизительно через 300-400 лет в правлении другого монарха. В Российской империи, основатель Российской империи Петр Великий создаст табель о рангах. Так вот, если вы сравните вот эту табель о рангах, которую, так сказать, уже придумал Петр Первый, и сравните табель о рангах, которую, так сказать, написал Амир Тимур, в уложении Тимура написано, то они очень схожи. То есть, вы представляете, Амир Тимур был настолько великим государственным деятелем, что он за 300, или я не боюсь точно ошибиться, за 300-400 лет, то есть за столетие определил и уже предусмотрел появление, так сказать, новой системы. На сегодняшний момент в сфере государственного управления, я полагаю, конечно, модернизировано под сегодняшний день, модернизировано под сегодняшнюю ситуацию, вот это разделение на классы, которые, так сказать, придумал Амир Тимур, это вполне у нас реализуемо и может принести, естественно, очень большие положительные результаты для всего нашего народа. Эпоха Амира Тимура, это кладезь, кладезь для изучения в сфере государственного управления, и многие вещи не устарели до сегодняшнего дня. Да, но как вы уже сказали, действительно, Амир Тимур большое внимание уделял духовному развитию, все тимуриды были высокоразвиты, всесторонне развитыми людьми, и это, конечно, повлияло на управление государством. А что вы можете сказать о стратегии государственного строительства Амира Тимура, развитии великого шелкового пути в тимуридское время? Совершенно верно, да. Я работал преподавателем в школе длительное время, я всегда задавал детям один вопрос. Вот Амир Тимур воевал, да, какая была цель его в войне? Какая была цель его в войне? И вы знаете, ну, конечно, дети, да, что с них возьмешь? Они говорили, что вот Амир Тимур как бы вот завоевывал страны, брал с них там деньги, контрибуцию и прочее, прочее. Это дети, им простительно, им простительно. Но, понимаете, если подойти серьезно к этому вопросу, государство Амира Тимура, оно существовало не один год, оно существовало долгое время. И если армия будет, так сказать, заточена только под грабеж, то там никакой дисциплины не будет. Поэтому даже сама логика развенчивает вот эти, так сказать, детские мысли. А эти мысли, эти мысли, они еще откуда идут? Они идут из глубины Советской империи. Нам навязывали мысль, что Амир Тимур это просто грабитель, который грабит, феодал, который только занимается, так сказать, грабежом. И создавали такой образ великого государственного деятеля. Совершенно несправедливый и противоречащий даже формальной логике. На самом деле, на самом деле, за всеми походами и за всеми войнами Амира Тимура строяла стратегическая цель. Это безопасность великого шелкового пути, безопасность торговли, во-первых. И состояла в том, чтобы сделать свое государство центром вот этой артерии, вот этой торговли великого шелкового пути. То есть, у Амира Тимура основной источник дохода было именно доходы с торговли. То есть, торговые пошлины, которые платили караваны, которые проходили. Они платили торговые пошлины, взамен они получали охрану и взамен они, так сказать, получали безопасность. Торговля развивалась. Развитие торговли влекло за собой развитие ремесленничества. Ведь торговать надо же чем-то, надо какими-то средствами производства торговать. И, естественно, это вызывало очень большой расцвет в государстве Амира Тимура. То есть, его основная цель была защитить великий шелковый путь от грабителей и создать действительно мощное торговое государство, торгово-производственное государство, которое будет торговать по всему миру. И его цель ему удалась. Она ему удалась. И еще раз, возвращаясь к этому моменту, возвращаясь к моменту взятия сражения при Анкаре, сражения при Анкаре с Боязидом, ведь там же основное, помимо тех противоречий видимых, ведь было одно основное скрытое противоречие. Скрытое противоречие состояло в чем? В том, что Боязид, турецкий султан, он хотел перекрыть вот этот великий шелковый путь. Он хотел захватить Константинополь, который был воротами великого шелкового пути, хотел захватить его и нарушить вот эту перевалочную, вот эту транзитную торговлю. И, естественно, Амир Тимур, величайший стратег, он прекрасно понимал, что если Боязид захватит Константинополь, то тогда он перекроет, как бы образно выражаясь, кислород великому шелковому пути. И поэтому одной из целей войны с Боязидом было не дать ему захватить, так сказать, этот город Константинополь, который играл важнейшую роль, как перевалочная база между Востоком и Западом. И поэтому Амир Тимур, так сказать, бросил вызов Боязиду. И мы можем еще один подтверждение этого факта посмотреть. После того, как Амир Тимур захватил Боязид в плен и разбил его, Амир Тимур не направился дальше на Запад. Хотя захватить Константинополь после победы над Боязидом было для него простым совершенно делом. Почему он этого не сделал, зададимся вопросом. И один из ответов на этот вопрос, ответов может быть много, Но вот один из самых вероятных ответов на этот вопрос может быть то, что Амир Тимур не хотел перекрывать. Нейтральный статус Константинополя позволял развиваться торговлей. Если бы он захватил бы этот город, и естественно во время сражения, во время войн, город бы подвергся разрушению, оттуда бы ушли капиталы, ушли бы оттуда купцы, ремесленники, то город потерял бы свое торговое значение. И Амир Тимур таким образом мог бы просто сам своими руками разрушить Великий Шелковый путь. Но обладая стратегическим мышлением, он не стал захватывать Константинополь. Не стал захватывать Константинополь, а вернулся, так сказать, в свою страну. И продолжал благодетельствовать торговле, продолжал благодетельствовать развитию ремесел, и развитию, так сказать, культуры в своей стране. Я хотел бы еще в заключение сказать, что, конечно же, возвращение имени Амира Тимура для нас это большое духовное богатство. И мы должны всеми силами защищать имя, в том числе и Тимура. Но мы прекрасно уже вооружены исторической правдой, мы вооружены уже, так сказать, знаниями. У нас открыты все источники. И мы можем смело, твердо утверждать, что Амир Тимур – это величайший полководец, это милосердный человек, это человек, который действовал в интересах своей родины, и который оставил нам бесценное наследство, которым мы можем гордиться, и на которое мы можем надеяться в трудные минуты. И, конечно, вот этот кладезь, вот этот кладезь именно Тимуровского наследия, да, я именно говорю Тимуровского наследия, не Тимуровского, а именно Тимуровского наследия, он для нас это бесценное богатство и бесценный опыт в сфере государственного строительства. Спасибо за интересную беседу, спасибо за исторические факты. Приходите еще. Пожалуйста, пожалуйста. Дорогие телезрители, я вам еще раз напомню, сегодня на великого государственного деятеля, выдающегося полководства мы взглянули глазами историка Сагитова Рената Равкатовича. Оставайтесь на телеканале «Узбекистан Тараха». Редактор субтитров А.Семкин